Морозная январская погода 707 атлетов из 10 зарубежных стран мира и 15 регионов России. Вы знаете, наверное, это безусловно любой спорт. Это, наверное, часть жизни этих людей. Мне очень приятно, что Рождество Северного марафона зарекомендовалось именно с такой стороны, что несмотря на морозы, несмотря на какую-то непогоду, люди все равно приходят и участвуют. И видеть их счастливые лица сегодня очень приятно. Несмотря на холодные погодные условия, на протяжении всего забега температура составляла порядка минус 30 градусов, на площади собралось немало болельщиков, которые в этот день вышли на улицу Омска поддержать спортсменов самого холодного забега в мире. Это наш областной праздник замечательный. Как же на нем не присутствовать? Мы активные люди. Должны здесь быть все. Жители города Омска и Омской области. Какой концерт замечательный. Спортивная программа Рождественского полумарафона включала соревнования на дистанции 21 километр, массовый забег на 7 километров, а также новшества от организаторов «Рождественская эстафета». Судя по эмоциям финиширующих, заряд бодрости после пробега обеспечен. Победа! Ура! Щербакуль! Приветствует вас, Щербакуль! Прекрасно! Прилив сил, молодость, энергия, прекрасный город, прекрасная погода. Столько участников. Много старых и очень много новых, много молодежи. Просто все здорово. Славится Омский рождественский полумарафон и творческими бегунами. Для некоторых физкультурников стала хорошей традицией проходить дистанцию в интересных костюмах. Поднимать таким образом настроение себе и всем окружающим. Мы стараемся каждый год бежать в костюмах. А тут решили привлечь внимание, что не только спортсмены бегают такие активные, но и пассивные шахматисты. Вот что в такой большой праздник на бег выходят все без исключения. Я не спортсмен, физкультурник. И давно в этом движении, что зимой надо устраивать карнавал. Это интереснее, чем бежать там, задаваться каким-то результатом. Вот и все. Я уже не первый год в костюмах. Второй год подряд рождественский полумарафон проходит в статусе полноправного члена Ассоциации международных марафонов и пробегов, что способствует привлечению большего количества иностранных спортсменов и гостей. Самое многочисленное представительство в этом году было из Швейцарии. Ретта Гаучи в Сибирь приехал за экстримом. К поездке готовился тщательно. С целью адаптации к погодным условиям у себя на родине проводил тренировки в специальных холодильных помещениях. Во-первых, я готовил свое тело, чтобы оно было в хорошей физической форме. Во-вторых, несколько раз бегал в морозильных комнатах. Здесь, на трассе, бежалось гораздо лучше, хотя бы потому, что здесь больше места. Это был замечательный опыт. Если для иностранных атлетов рождественский полумарафон стал настоящим приключением, то для победителей это было серьезное соревнование. У мужчин быстрее всех преодолел трассу полумарафона спортсмен из республики Хакасия Артем Якимов. Ну, вообще, условка для меня была выиграть сегодня. То есть, я со старта бежал на победу и только думал о первом месте. Ну, а как по погоде, ну, как сибиряки, все крепкий народ. Как бы ничего тут удивительного нет. В соревнованиях девушек весь пьедестал заняли омские бегуни. На третьей строчке расположилась Елдус Абдулаева. Серебряный результат показала Нина Поднебесного, а чемпионкой, несмотря на досадные падения на трассе, стала Евгения Данилова. Я решила плавно прибавить, потому что все-таки очень скользко было и резко дергаться не хотелось. А потом уже решила, ну, была не была, убегать-то надо. Пришлось сделать это очень быстро. 22-й рождественский полумарафон прошел в рамках декады спорта и здоровья в Омской области. Заряд бодрости, спортивного оптимизма и хорошего настроения получили все, без исключения участники и зрители.